Два слова, составляющие одно. Warframe. Персонажа, которого вы видите на экране, зовут Excalibur. Персонаж, который для вас всё комментирует, его зовут Кинетик. Игра Warframe вышла в 2011 году, действие которой происходит в космосе. У нас с вами есть свой космический корабль, отличный снеговик, который не расставил, несмотря на то, что уже июнь месяц на дворе, новогодние украшения, которые я так не снимаю. И мы с вами можем, точнее даже должны, путешествовать по разным планетам и выполнять миссии. Но мы этого делать не будем. А делать мы с вами не будем это вот почему. Потому что у нас на повестке дня игра Dark Sector. Игра, которая вышла в 2009 году. Игра, действие которой должно было происходить на космическом корабле. Удалённой части космоса. То есть, где персонаж должен был заниматься торговлей, различными миссиями. То есть, тем, чем занимается сейчас у нас персонаж Warframe. Но за всю историю существования и разработки, точнее разработки, это начиная с 2000 года по 2009 год, да, по самый год выпуска, сюжет игры менялся раза три, точно так же, как и движок. И даже с начала предполагалось то, что Dark Sector не выйдет на ПК вовсе. Будет только на консолях. Но мы имеем... Прошу прощения. Мы имеем, так сказать, честь все-таки поиграть в эту игру. Для меня это все-таки замечательная игра. Она мрачная, она атмосферная. Но не буду вас томить. Давайте начнём. Я уже немного начал просто проверить, чтобы настройки этой громкости были в порядке. Давайте начинаем новую игру и погнали. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, изначально, как я говорил, персонаж должен был быть неким... Таким... Потомком космической расы. В общем, тем, кем он является в Warframe. Но спустя время... Суперкостюм сменился... На обычный... Отголоски далёкому космосу сменились на вымышленную страну... Где-то в глубинках СССР. У нас первая глава. Погнали. Перепрыгнули. Перепрыгнули. Убедитесь, что маска герметична, а оружие заблокировано. Заражённое население безоружно, и нам следует... И ещё раз. Походу, всё будем лутать. Забирай. К сожалению... Имеется вот такой небольшой минус. Минус того, что в разрешении, когда у нас показаны были патроны, буквально минуту назад, они будут не очень хорошо видны. Но я думаю, без этого я как-нибудь переживу. Кто-то говорит, что это проблемы кривой, так сказать, портации с платформы на ПК. Кто-то говорит, просто косяк игры, но мне это не важно. И смерть при достаточной доте. А куда бежать-то? Куда? А, точно. Нам надо сейчас... У нас задаемся на ИС-4. В нескольких точках. Одна есть. Пошли дальше. Тут у нас с вами небольшой такой инструктаж. Поступок решительный. Газ причины смерти. Я так понимаю, на... Мы будем встречать таких вот тварей периодически. И таких, наверное, тоже. Куда идти? Наверх или вниз? Откуда? Я уже сам запутался, откуда я пришел. Давайте наверно. А, они вон там внизу дверь. Погнали. Их плоть со временем отвердевает. Требуются решительные действия. Их плоть со временем отвердевает. Ладно, будем знать. Открыли. Зашли. Пока вражина вроде бы нет, так что действуем по-тихому. А вот сохранение уже предполагает то, что скоро вражина будет. На всякий случай приготовимся. Нет, никого. Не смотри на меня. Это не укус. Я случайно поцарапался. Сдох, мразь. Минус один. Это не укус. Я случайно поцарапался. Вот так вот случайная царапина может стать причиной вашей смерти. Будьте осторожны. Тут надо где что поставить, нет? Вроде бы нет. Побежали. Из-за лута здесь ничего вроде бы нет. Есть автомат. Взяли автомат, СИЧ-4 поставили. Дальше побежали. Тут у нас тюрьма, я так понимаю. Для тюрьмы довольно-таки цивильный толчок. Говорят, в тюрьмных камерах вообще ведра ставят. Надеюсь, это неправда. А то было бы очень как-то... Ну, а человеки ходят. Ничего, да. Очень не цивилизованно, я бы так сказал. Но тюрьма на... На то есть тюрьма. Прикройте меня огнем. Прикройте меня огнем. Вот, как я говорил, патроны справа отражаются, они немного некорректно. Но меня это не волнует. Кстати, патроны у нас как раз-таки закончились. Пистолет возьми. Хэдшот, минус один. Так, давайте поменим оружие. Чего-нибудь дропнули, чем-нибудь нет. Да, вот, есть. Раз патроны. Два патроны. Автомат взяли, расчехлили, побежали. И опять вопрос, куда? Наверное, сюда. Тут, я не знаю, надо ставить где или нет. Игрушку, скажу честно, я в нее играл, но это было настолько давно. Это было очень давно, как раз-таки в момент ее выхода. Вот. Поиграл и... Что там есть? И забыл. Но она оставила мне очень хорошее впечатление, поэтому... Сейчас будем проходить ее повторно. Но скажу честно, за все эти годы я уже много чего забыл. Так что для меня сейчас это можно сказать первый раз. Присядь. Игра на русском языке, но иногда встречаются... Такие фразочки на английском. Видимо, недоработка перевода. Физика в игре хоть какая-то она присутствует. Уже хорошо. Про качество и текстур я говорить ничего не буду, потому что, говоря, у нас 2016 год. Ага, игра из 2009. Так что грех тут придираться. Давай смотреть. Ха-ха-ха. Ты с... Блин, по привычке на контру приседай. Ты смотри, как он разлегся, а. Ах, красота. Вот только я сказал хорошую про физику. Эй, прикрой меня! Как она тут же меня разочаровала. Давай, кто там? Ну я ж тебе по голове попал. Вы открыли снайпер. Шикарно. Как я уже говорил, я немного поиграл в игру. Протестировал настройки, поэтому нам сейчас выдали ачивку 30 убийств в голову. Предыдущий сохранение тоже засчитывается. Так что нечем здесь удивляться. Хотя, на мой взгляд, зря не засчитывается. Так получается не очень интересно. По стороне. Бежим дальше. Тут вроде бы места для зарядки, для установки нигде нет. Пока нас встречают просто слабенькие такие солдаты. Чистильщики что ли, я не знаю. Разбить. Зайти. Здравствуй, Виктор. О, слава богу, ты здесь. Он как-то узнал, что я отправил это сообщение. Просто скажи мне, где находится Мезнер. Ему теперь помогают ластрийские войска. Послушай, он пытается проникнуть в хранилище. Если это случится. О. Дело сделано. Хорошо. Вытаскивать его было слишком опасно. Что, если мы занесем сюда инфекцию? Голова раскалывается. Значит, соберись. Если Мезнер выведет инфекцию из ластрии, она распространится потом на чумель. Я просто хочу покончить со всем этим. Тогда найди Мезнера. Это все из-за него. Пусти ему пулю в голову. Мужика жалко на самом деле. Серьезно. Мужика жалко на самом деле. Серьезно. Тем более, он вроде как добряк. И снова вражина. Минус ублюдок. И еще минус один. Не может еще не радовать отсутствие какого-либо интерфейса в принципе. Ты полностью сконцентрирован на игре. На этой мрачной такой атмосфере. Не то чтобы совсем мрачной, огнетающей, но довольно-таки приятный. Так, попаду отсюда. Не попаду. Попал. Так, собираем патроны. Еще. И снова вижу вражину. Получаю ублюдок. Не очень-то хорошо. Красный цвет всегда был. Запомните это. По сути, я сейчас в дверь стреляю, но... Но, тем не менее, попадаю. Еще кто есть? Живые или неживые? Я буду любым радом. Живых я с радостью убью. С неживых патроны с радостью заберу. Но, вроде бы, тихо. 400 патронов. Куда мне столько? Но патронов много не бывает. Надеюсь, пригодятся. Так. Побежали. Еще патроны. Стоять. Давай, Хайден, забирай. Главное, герои, не помню, говорю, нет, зовут Хайден Тенну. Раз в варфрейме, тоже будет называться Тенну. За которого вы будете играть. Там бьешь с контур, чтобы ускориться. Это я уже знаю. И у нас, наверное, первый босс включается. Вертолет. Забирай. Так. Еще один заряд с Е4. Патроны есть, нет? Вроде нет. Просто кровь. Ну, давай выходим на охоту. Да, как я и говорил, вертолет. О, РПГ. Управление немножко для меня не особо таки удобное. На контур мы... Твою мать. Ускоряемся на тот же самый контур. Мы прячемся. Еще патроны нет. Есть. Отлично. Теперь нет. Так, вот ящик. Да. Все, патроны КРПГ мы взяли. Сейчас будет вертолет бомбить. Или нет? Нет. Обожаю эту вещецу. Серьезно. Один удар, проблем нет. Так, сохранение прошло. Да, теперь у нас вертолет. Вертолет, вертолет. Ага, его захватить надо. Давай, давай, так. Прошло, нет? Да, прошел. Давай еще раз. Давай, 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 давай. Но. Есть. Бежим. Главный номер, главный номер. Главный номер. Сраза. Да. Сколько у нас есть чего-нибудь? Твою. Окей. Дубль два. Так, один на два, три патрона у нас есть. Давай. В захват. Погнал. Давай, давай, давай. Есть. Побыстрому берем патроны и сваливаем куда-нибудь. Потому что, я так понимаю, я так понимаю, вот этой ракетой его нас и расхерачивает. Еще раз. Еще раз. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Здохнешь ты сегодня или нет? Не ты, мой красавец, а вот этот придурок. Давай. Есть. 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 где? где не ваше? Что они тебе сказали? Что они тебе сказали, Хейден? Что ты сошел с ума? Но ведь О тебе они говорили то же самое, не так ли? Ты не уравновешенный, психопат, негоден к службе. И тем не менее, они послали именно тебя, несмотря на то, что ты настолько болен. Но я могу вылечить тебя. Давай. Подожди, подожди! Ты же знаешь, что такое лотос? Настоящая ценность. Такая красота. Отцветет среди грязи и гнилья. Конечно, ты при этом умрешь. Ну уж, кто-кто, а ты это заслужил. Может и заслужил. Спасибо разработчикам за такое офигенное начало. Глава вторая. Воздействие. Вы посмотрите на его руку, а. Капец. Так, мы там подорвали все к чертям собачьим. Жвехненькие, целехненькие остались. Наштырит нас не слабо. Я вообще не понимаю, как можно перенести на такой взрыв. То есть, ты подорвал несколько, я не знаю, килограммов. Какова там одна порция, здесь и четыре. Тебя выше было, я не знаю, на скалы. Тебя пронзили какой-то херней, и ты живой. Ты просто живой. Но шатаешься не слабо. Но я еще знаю то, что... У нас по городу тоже такие иногда шатающиеся люди бывают. В основном, по вечерам пятницы. Запомните одно и самое главное. Не злоупотребляйте алкоголем. И странными таблетками. А то у вас точно так же будет штырить. Там что есть? Там чего нет? Давай, родимый, иди, иди. Да не туда, иди. Чего ж тебя как клинит, а? Вот так, потихонечку, шаг за шагом. Что-то было? О-о-о. Окей. Марлоу. Марлоу один. О, дерьмо. Мы слышим тебя на канале экстренной связи. Я инфицирован. Тот укол, что вы мне сделали, не действует. Успокойся. Мистер Горд? Может быть. Я взорвал заряды. Вы меня слышите? Вакцина не сработала. Заберите меня отсюда! Я начинаю собирать спецгруппу. А ты пока продолжай действовать. Тебе нужно встретиться с внедренным агентом по имени Яргомельшек. Он работает на наблюдательном посту наверху здания администрации порта. У него будет еще средство от инфекции. Это поможет тебе продержаться, пока мы не прибудем. Просто двигайся на север вдоль берега. Я растерял все снаряжение. Импровизируй. У тебя это всегда хорошо получалось. Сдохни, тваль! Нашел его! Я просто не хотел прерывать этот эпичный момент. Это было настолько эпично. Из руки выросла глифа. Просто взял так и... Хоп! И еще к тому же, который возвращается. Ну что ж, у нас теперь хотя бы с оружием не будет проблем. У нас пистолет и глифа. И нас уже не штырит после таблеток. Уже хорошо. Давай дальше двигаться. Тут что у нас? Сохранение, значит будет веселуха. Так, метание глифы. Нам показывает обучение. Как с этим вращаться, я уже знаю. Древесный. Чего-то там на ящике написано. Оп! Отлично! Стреляй, стреляй, стреляй! А пистолетом не камни? А у нас патронов нет. Отлично! Просто шикарно! Потерял голову на работе. Нажмите, удержите цель. Попадет? Пау! Да понял я, уберите уже! Укрылись. Вылезай. Я тебе ничего плохого не сделаю. Может, конечно, и сделаю, но... Пау! Ты хитрюк, а? Это сдох... Твою мать! Это что, нам сдохнуть сейчас не хватало? Так, мне нужен... Пистолет или что-то типа того. Назад, назад, назад. Так, оружие мы теперь поднимать не можем. Точнее, можем, но не навсегда. Но, как нам сказали, будет уничтожен со временем, из-за того, что мы инфицированы. Такая своеобразная защита. Чтобы всякие долбовещеры... Не могли его взять. Так, куда идти? Ммм... Наверное, нельзя. А, по привычке беру. Не надо нам туда. Перекатились. Есть чем? Есть. Денежки забрали? Глифу мет. Зараза. Так. И по-прежнему нет патронов. Денежки забрали. Глифу метнули. Много. Много не попали. Еще раз. Еще разок. Шикарно. Ну, чего ты? Ну, подумаешь, ногу тебе отхерачиваю. Первый раз в жизни, что ли? Полежи, отдохни. Так, идем дальше. Стул. Еще один. Еще один труп. Как красиво вылежите, господа. Да хотя дальше мешать не будем. Есть чем? Есть. Забрали. Наконец-то патроны. Давай, перезаряжай свой пистолет. Два для пистолета, для трубовика. Идем дальше. По-любому сейчас кто-то будет. Сохранение. И никого. Да ладно. Так, еще плюс патроны. Тут что у нас? Ну вот, тут уже у нас потихоньку складирует. Так сказать, отброс. Нам об этом даже и на мешках написали. Это, друзья, у нас трупецкие, самые настоящие. И что, кругами что-то хожу? Ну, деньги. Отлично. Так называемые зараженные люди, которых просто-напросто складывают в мешки. И потом утилизируют. Что вообще не очень гуманно. Вообще непонятно, что за инфекция, откуда, как. Нам даже не рассказывают об этом. Ну, в начале, конечно, ролик отказали. То, что спасали какой-то корабль. И оттуда что-то вылезло. Теряешь магазин? Теряй. Оп. Черт. Дубль два. Минус голова. Выдвигайся на позиции. Выдвигайся. Буду рад гостям всегда. Оп. Так, нелично. Мясо хочу. Хорошо сидишь. Хорошо лежишь. Ладно, понял. Подбор предметов. Отлично. У нас рука еще больше так металлизировалась. Вот, заметьте, нижняя часть. Изменений не избежать. Изменений не избежать. Хорошо, я понял. Физика хоть какая-никакая, но, кажется, есть. Да. Турпецкие двигаются. Это хорошо. Подбор предметов. Да понял я. Я уже это видел. А-а-а. И вот как это у нас работает. Обычно армейская пласть. Такое взрывчатка. Для взрыва металлических дверей. А вот и дверь, для которой взрывчатка и предназначена. Положили, отбежали. Куда-то нажал. Давай-давай-давай. Назад. Там что будет? Взрыв? Или что? Так, там у нас все заблокировано. Но выхода нет. Идем дальше. И вот один из тех моментов, которые я в играх не люблю. Нам дают какую-то способность. И тут же нам подкидывают события, где мы должны использовать эту способность. Типа того. Темп стрельбы. Хорошо. Но дали вы способность. Хорошо, все понимаю. Потом, когда мне пригодится. Нет. А вот прям на каждом шагу. На каждом шагу. Ну, может не на каждом, но довольно-таки часто. Прямо одно за другим. Давай выдавать. Используй тут, используй тут. Обхерачили нахрен. Два удара, две главы. Еще один. Но. Еще разок. Хэртшот. Вроде как бы хочется это как можно поэмоциональнее все прокомментировать. То есть, к примеру, взяли дробовик. Перекат. Еще перекат. И дробовик нам не пригодился. Вот. То есть, как-то я не знаю. Но. В то же самое. Че, упасть нельзя специально, намеренно. А я бы прыгнул. Вот. Но в то же самое время. То есть, ты играешь. И ты как-то концентрируешься на всем этом. Плюс деньги. Вот. И уже получается, то есть. Не знаю, какой-нибудь. То есть, вся концентрация, походу, идет на игру. И очень сложно комментировать и играть одновременно. То есть, просто играть и именно внимательно проходить. Потому что стараешься все как-то заметить, все посмотреть. Успеть абсолютно все везде. Вот только я говорю про физику и реалистичность. Как мы и наблюдаем бронебой на телевизор. Игра, игра, что ж ты делаешь. И у нас начинается своеобразная осада подземелья. Не знаю, спуститься, не спуститься. Давайте отсюда всех расхерачим. Не надо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Перезарядочка. Раз, два. Промажем. Ну давай, ну попади, но он же у тебя в радиусе. В радиусе промаха. Жалко, тут еще нет такого прицела, которого обычно, знаете... Ага, все, потронутесь. Такого обычного прицела... Отлично. Глифа пошел в дело. Вот, давай, возьми. Приколюха прилетела. Сейчас мы вас из вашего оружия без херачки. Вот, нет такого обычного прицела, типа, знаете, как в КВЭке, там, в Самури Халфлайв. Стандартный крестик. Было бы очень удобно. Давайте еще какую-нибудь автоматику. Что там? Отлично. Вот сейчас, как раз-таки, это тот момент, когда нам не зря дают возможность. То есть, демонстрируют эту возможность, подбор предметов. Но вот тот чемоданчик с деньгами, или с чем нам дали, с приколюха, кажется, для стрельбы. Вот. Это было, на мой взгляд, немного излишне. То есть, я мог бы и обойтись. Только сказал обойтись, как мне мой автомат не перетел. Еще раз. Еще раз, я сказал. Ты там бронебойный, что ли, стоишь? Отлично. Что-то еще там заспавнилось? Трубовик. Трубовик. Трубовик это такое. Не с данного расстояния из него расстреливать. Давай, брось уже. Погнал. Меняю магазин. Вылезай. И ложись. Следующий. Красава. Так, у нас патрона для пистолета нет, но у нас только чистая вода. Что, еще что ли? Второй заход пошел? Нет? Нормально все? Ладно, побежали. Побежали, я сказал. А перепрыгнуть... Еще только... Да ни хрена вы меня не нашли. Если вы меня нашли, то вы меня нашли. А пока только я тебя слышу. Непонятно где и как мне отсюда выбраться. Алло. Сообщите медстору, что мы засекли цель. Ты откуда нам вещаешь? Автомат. Это что такое было? Автомат какой-нибудь или еще чем-то, я не знаю. Подобрали. Я так понимаю, где-то какая-то скотина зашкерилась. А, вот за ханибр. Черт, что это? Ну, это как бы я. Может, еще не только я. Судя по реву, кто-то выпустил очень голодную собаку на прогулку. Почему он всплывал открывать? И на мордника. А, вот, проход появился. Твою мать, что заобразина? Я, верный тенок. Гранатам не обещал. Так, подбери, подбери, подбери. Охренеть. Чья собака потерялась, друзья? Че, все? То есть, ты сейчас на меня будешь агриться? Автомат? Автомат, дробовик, не важно. Мне сейчас вообще все равно. Главное, эту херню завалить побыстрее. Хотя, не знаю, мы вообще его завалим, нет? Следует довольно-таки здравеная херня. Давай, бери, бери, бери. Бери и сваливай оттуда. Давай, с дробаша, как раз. Во весь прицел попадаешь. Ча, мы тебя нахрен с мясом. Падали, дыкай. Следующее оружие. Его у нас полно, его дубина у нас. Мы не жадные. Мы тебя сейчас хорошенько нахрен. Пошел вам. И не подходи ко мне. Не подходи. Плохой, Плесик. Плохой, я сказал, Плесик. Давай, давай. Какой там? Спальпой. Так, автомат хочу. Хочу. Только что был. Ну-ну-ну-ну. Есть. Че ты сказал? Вон стром. Вон стром. Упс. Да, да. Мы точно нахрен не о чем поговорим. Че, все? Я так понимаю, наше свидание откладывается. Позвони мне. И куда отсюда идти? А, вижу. Вот так вот. Отлично. Мой сек упустили, поскакали. Я не знаю, можно было раньше это сделать или нет, но, скорее всего, нет. Потому что сцена, скорее всего, была заскриптована. По-прежнему без патронов. С патронами. Перезаряжай. Убежали. Че, сюда? В принципе, по сути, это больше некуда. Все вроде бы собрать, что можно. Я не знаю, секрет, какие здесь есть. Нет. Вроде ничего нет. Посмотрим последний раз на пейзажик. И пойдем в дверь. Заходим. Открываем. И спускаемся. Так, загрузка у нас... У нас... У нас... У нас прошло сохранение. Мы спустились вниз. И... Пожалуй, на этом мы с вами серию закончим. Да. Мы познакомились с игрой. Посмотрели ее. Получили своеобразную такую способность. Вот такую вот. Даже немного улучшили ее. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Поддержите развитие канала. Мне будет очень приятно. Для вас все это дело комментировал Кинетик. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.